Итак, девочки, доброе утро. Сегодня утро, воскресенье, прекрасный день, время зарабатывать деньги. Эти 250 рублей будут ваши, если вы правильно ответите вот на эти 5 вопросов. Готовы? Нет. За честность благодарю. Как зовут вас? Марина, Карина. Да, я знаю, что вы занимаетесь искусством, это верно и это правильно. Как получается, не получается, что думаете по этому поводу? Нравится зато. Получается, не получается. Девочки работают в театре. Ну, как работают? Студентки театрального искусства. Сколько вы хотите выиграть денег? Желательно все. Грамотно? Миллион. Нет, миллион у меня нет, 250 всего лишь. Ну, хорошо, 250. Свободная как краса! Начнем? Надежда умирает последний. Значит, вопрос первый. Он обычно несложный, поэтому не волнуйтесь. Как называется юбка балерины? Качка, тачка, карачка, пачка. Пачка. Все, это было несложно, это ваши 50 рублей. 50 рублей наши. Да. Можешь потрогать. Вот, 50 рублей. Мы на этом можем остановиться или идем дальше, что скажете? Если там не смертельно тяжелые вопросы. Они разные. Ну, давайте. Что? Давайте второй вопрос для интереса. Давайте. Вопрос второй. Автором какого из этих романов не является Жюль Верну? Таинственный остров, 15-летний капитан, капитанская дочь или дети капитана Гранда? Не является. Можно первый вариант? Таинственный остров. Что из этого вам вообще известно? Капитанская дочка, да. Вот, капитанская дочка известна, здорово. Капитанская дочка. Тоже, да? Откуда? Русский автор. Уже начало. Писатель. Давайте теперь соединим ваш ответ русский автор с моим вопросом. Пушкин. Жюль Верна. Жюль Верна. Не относится к капитанской дочке. Да. Девочки, это ваши. Бери. Потрясающе. Итак, у вас есть 50 рублей. У вас есть одна несгораемая сумма, 50. А можно уже 100 рублей несгораемую сумму? Нет. Мне нравится ваше актерское желание быть богатой. Ну, хорошо. Третий вопрос. Давайте. Кто был режиссером самого известного фильма о Титанике? Альфред Хичкок, Джеки Чан, Джеймс Кэмерон или Люк Бессон? Наверное, это Джеки Чан. Конечно. Сейчас, подожди. А может, Люк Бессон? Нет, Джеки Чан. Подожди. Давайте Люк Бессон. Ну, кто вообще вам неизвестен из этих людей? Альфред Хичкок. По-моему, Джеймс Кэмерон. Давай, давай рискнем. Раскнем. Тебе 50 рублей нужны или 100? Или 150. Может, она права? Или Люк Бессон. Давайте Джеймс. Ты уверена, что Джеймс Кэмерон? Я не уверена. Он режиссер или актер? Нет. Хорошо, говори. Давайте Джеймс Кэмерон. Вот у вас была возможность выиграть 150 рублей. И вы ее использовали. Молодцы. Это Джеймс Кэмерон. Та-дам. Держи. Я к тебе верю. Это такой вопрос. Итак. Итак. Вопрос номер 4. Что из перечисленного является синонимом слова на комарник? Жужжащий мешок, животная клетка, москитная сетка или хищная корзина? Москитная сетка. Москитная сетка. Мне тоже кажется. Почему? Почему нет? Нет, согласен. Почему нет? Это очень грамотно. Тем более даже очень женский. А почему нет? Итак, ваш ответ. Давай москитная сетка. Ну, давай москитная сетка. Москитная сетка. Ну что, друзья. Вот так. Шаг от победы. И они этот шаг делают. Молодцы. Москитная сетка. Та-дам. Ой, ничего сложного. Совсем. Совсем. Ну, а теперь... Ну, а теперь... Это тебе, это мне. Пошли. У вас есть 200 рублей. 200. Есть еще 50. Последний вопрос. Что делаем? Давай уйдем отсюда. Девочки. Играем? Марина. За тобой... Твой ход. Играем. Играем. Хорошо, давайте играем. Ой, есть... Это ты сейчас сыграла или на самом деле переживаешь? Нет, я переживаю. Внимание. Как называется голубь, способный кувыркаться при полете? Турман, Бернар, Паркер, Кидман. Мне кажется, первая или последняя? Нет, первая, мне кажется. Мне кажется, ни третья, ни четвертая. Точно. Первая или вторая. То есть, или Турман, или Паркер. Нет, Турман или Бернар. Ну, может, все-таки Турман? Ваш ответ. Говори. Хорошо. Давайте Турман. Почему? Потому что мы так решили. Женская интуиция. Она не подводит. Уже сколько вопросов прошла. Ну, честно говоря, я с тобой согласен. Мне кажется, Бернар. Может, Бернар? Говори. Думай сама, я не знаю. Бернар, Бернар. Давайте Бернар. Пять. Бернар. Четыре. Все, Бернар. Три. Да. Мы же решили. Два. Может, я нельзя считаю? А, Турман. Бернар. Все, мы решили. Один. Бернар. Хорошо. Хорошо. Отдавайте мне сюда, дорогие девочки, их. Потому что голуби, которые делают сальто, называется Турман. Это ваши 50 рублей. Да, блин. Я же тебе говорил, что это. Давайте перезагрузим, хотите? Да. Конечно, вот она, актерская игра. 50 рублей ваши. Это ваши. Спасибо, девочки. Это было великолепно. Что можете всем, кто вас поддерживал сказать? Женская интуиция, она не всегда работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...